Радха Мохан, he has one question about Japanese Zoom. Can he ask it now, if there is time? Да, давайте, спрашивайте. Городаев, вчера был японский Zoom, и там говорилось много разных тем, освещалось. И в том числе, в самом начале обсуждался первый стих, чьи монах Шикши. Вчера, в Japanese Zoom, there were a lot of topics discussed, and one of them was the first verse of монах Шикша. Вот, и, значит, в этой шлоке говорилось, что сейчас, в данный момент, наш друг, он наш враг. Почему? Потому что ум, он думает, что сейчас главным в нашем теле является ложное эго, а не душа. И наши чувства и эмоции, они, конечно же, помогают в этом уму, чтобы он был нашим врагом. Но также Городаев говорил разные свои реализации по этому поводу. И один из моментов он сказал, что садху всегда имеет чистое сердце, и поэтому они видят во всех только друзей. То есть у них ум, это уже, он является их самым настоящим другом. И в общении с садху очень быстро происходит вот эта вот перемена, да, что наш ум из нашего врага внутри, да, становится нашим другом. В общении с садху. И когда ты говоришь с садху, когда ты общаешься с садху, то ты превращаешься, и твоя mind becomes a friend, not an enemy. Что интересно, да, вот вчера после зума я взял в руки Шишки Радха Султанитки, да, и открыл наугад первый стих, да, это оказался 19 стих, где Шишки Радха Султанитки, он говорит, что когда исполнится моё желание ума, чтобы Радха обняла меня, то есть я удивился, да, то есть акцент в чём, да, что когда исполнится желание моего ума, то есть у него ум уже имеет это желание, да, чистое, просто ничем не осуществленное, в отличие от нас. И я был так поражён, так был этим захлаблён, хотел поделиться вот этим вот своим вчера. А, понятно, и я хотел бы рассказать, после Japanese Zoom, я был думать много о том, и я открыла Радха Раса Султанитки, просто по-другому, ни разу, и это было номер 19, и это было сказано, что в моем уме, я подумала, когда Радха меня будет воспринимать, и я была впечатлена, что сознание тела уже чистого, и эта человеку увеличил высокие силы, и здесь сознание не является врагом, и я была очень впечатлена с этой человеком. А теперь мой вопрос в следующем запрещается, да. Вы вчера говорили, что преданные приезжают во Вриндаван для того, чтобы очистить своё сердце, очистить свои карманы, встряхнуть с себя всю эту грязь, да, которая накопилась за многие-многие жизни в этом материальном мире. И для чего это делает? Потому что Вриндаван — это такое место, что на самом деле сердце очень быстро и сильно очищается. И в этот момент, когда встряхивается вся грязь, то можно получить вот эту всю милость Вриндавана, всю любовь Вриндавана, которая там есть, да, Радхарани саму, да. Вот, и вопрос в том, да, куда одевается вся вот эта вот грязь, и столько много преданных приезжает с этим желанием, да, очиститься именно во Вриндаване, да, и куда одевается эта грязь? Да. Окей, so, and I have a big question to you. So, you talked yesterday in Japanese Zoom that many-many people from all over the world, they come to Вриндаван, to pure, to clean the heart, to get rid of this material dirt, you know, these dirty desires and everything, to purify yourself. And many people do come to Вриндаван to do that, and it's really good, and it works, you know, people do have, you know, they become more spiritual, definitely, at minimum. And my question is, but what happens with the dirt? So, when people come, and they leave so much dirt in Вриндаван, so what happens with this dirt, and who, where, where does it go? That is the beauty of Вриндаван, that we throw the dust in the Вриндаван. So, we have to respect, these are my dust, to make garbage here. And you see, imagine, Вриндаван is only 100,000 people. How much? 100,000? Maybe. 100,000? 50,000, maybe 50,000. Maybe. Maybe, okay. And here, here sometimes is coming, one million. Oh my God. Представьте, во Вриндаване 50,000 населения, ну, примерно 50,000, а приезжает во Вриндаван около миллиона людей. Вау. One million. Oh my God. Oh my God. You see? Normal Parikraman, they attend 500,000. Normal Parikraman. Karthik, you come and see. No, you come and see Vrindavan. Ну, в обычную Parikraman, в Karthik, например, да, ну, как минимум, обычная совершенно Parikraman, где-то полмиллиона, 500,000 где-то приезжают во Вриндаван. Представляете, какое количество людей? Да, да. Ну, я хотел сказать, что мы выбрасываем свой мусор из своего сердца, из своих карманов, так образно говоря. И такие преданные также делают, когда приезжают. Вот туда он девается, этот мусор, который у них сердце. Ага, да, да. Я still have this question, again. So, we all come with dirty hearts and bad things inside. You know, we throw it away in Vrindavan, and all other devotees come, and they do the same. So, my question is, where does the dirt go? So, what happens with the dirt after all these, you know, bad things are thrown away in Vrindavan and left in Vrindavan? Where does it go? So, one time, this is, I say, one story. The old dirters go to the Kumbha Mela, Priyaga. Priyaga means the Kumbha, where the Kumbha Mela happens. Priyaga means the Kumbha is the place, where all the dirters are going to Priyaga. Priyaga means the Kumbha is the place where all the dirters lead to the Kumbha Mela. Priyaga means the Discularly of the Kumbha, the Kumbha Mela. So, Priyaga is the place of Priyaga. Брэндавы не идут в Праяк, а вот Тиркхи и Брэндаваны не идут в Праяк? Да, не понял. Вы слышали такой большой фестиваль Кумба Мелла? Он находится в Праяк, в Индии, и все туда Тирки впадают, в Праяк. И тогда Кумба очень грустна, потому что все Тиркхи приходят туда, а Брэндаван туда не приходит. Да. Аравь, аравь, аравь. Аравь, аравь, аравь. Да. May I speak? Who? That would have. Yeah, yeah. I think, Father Mohan, for me, the dirt is not real. The dirt is us forgetting the purity of our souls. It's forgetting that we are souls. It's not something substantive and real. Yes. This is also right, but when we are blocked in our life, when we come for a few days in Vrindavan, my blockage clean and we realize something new in my life. And with them become very clear. So what happened? Before it was also clear, but the mirror was covered with dust. So it's not clear to me to see my face. Yes, about the mirror. So what happened? We were clean before, but our mirror of the mind was dirty. And because of that, because the mirror is dirty, we did not see ourselves in this mirror. And when we came there, we were clean. So when you want to see in the mirror what you do, you take some paper, napkin, paper, and you clean it a little nicely. And then in the mirror becomes clean. Right, right, right. So what do we do? We take some paper, paper, something else, and we dry this mirror. Why? To clean this mirror. And after we dry it, it becomes clean. In between me and the mirror it was fog that would not look to make me to see. Right? In between me and you the fog was there that it would not make me clear to see. I give you one quotation from the Bible. Oh, now I will tell a quote from the Bible. St. Paul's about the living, love. What you say in Russian, love. He is telling me when I was a child, I can see you face to face. Why? Because I was innocent and I am looking only to you how much I was in suffering in the wound of mother and you bring me out to breathe nicely. Oh God, I only see you, I have a very clear vision to see you because I was meditating and now I see you. But I grown up, grown up, grown up with my covering, with my false ego, with my dirt, and I cannot see face to face to face. Very good quotation. Very good quotation. Wow. Yes, I didn't know. My false ego cover my love in between me and you. Yes. 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 That's the dirt, that's the dirt, the dust that I meant and that's what I was asking, where does it go, this dust? Yes. You see? Then this, thank you, that the, the, that the, 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 Tirtth, the, 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 the thing, the, 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 the world in India, that all go to take, to make pure themselves. В Прайаге это царь Тиртх в Индии, он самое считается такое священное место, туда приезжают, чтобы омыться и очиститься от всего плохого. А куда же идет Прайаг Радж, когда ему надо очиститься, к нему-то все приходят, он становится грязным, а куда он идет потом? Он приходит к пыли Вриндавана для того, чтобы очиститься. Это единственное место, чтобы очистить нашу неправильность и дать пюре любовь в нашей жизни. Это милдаван. Потому что Вриндаван — это единственное место, где Верховный Господь, Бог, он становится, он забывает о своем величии, о своих регалиях. И он становится простым ребенком или простым возлюбленным. И он любит маму Ешоду, как мать. И он любит Радхику, где он ведет себя просто, как человек. И вот именно Вриндаван — это то самое место, где можно очиститься от этой пыли и избавиться от этой грязи полностью. Ты можешь сказать, почему вот эта сладость так, почему это все так важно. Без вот этой сладости, без этих чувств нет отношений. Если вы кого-то увидите, вы, например, говорите «Он мой друг, это мой друг». Или это моя мама, она моя мама. И ты как бы заботишься, то есть она как моя мама. Ты можешь сказать «Он мой друг, это моя мама». Ты можешь сказать «Он мой друг, это моя мама». Нет, ты можешь сказать так. Война — только одна. То есть если, например, там кто-то, ну вы думаете о каком-то человеке, вы можете сказать «Он она как моя мама». То есть не сравнивается с кем угодно, а вот именно с мамой идет ассоциация, потому что мама — она одна. Это и есть отношения. И вот это вот и есть основание для Рага-Бхакти, вот эти чувства, сладость. Иисус Христос, он как раз и пытался это донести, вот это все про отношения, про все это, но не было вот этой, как сказать, публики, да, которая могла бы это воспринять в то время. Он же сын Бога, он все знает, правильно? Он знает, что Иуда не мой друг, Иуда не мой друг. Но он его все равно учил как друга. У него была и Мария Магдалина, и друзья там тоже были. Правильно я говорю? Есть, есть, это посол Дэви. Вот только те три вида отношений, которые существуют в мире. И мы имеем эти отношения в материальном мире, но мы не хотим это применять в духовной практике, и это проблема. И самое лучшее, что ты осознаешь, это предложить Кришне, отдать Кришне. Почему Кришне, когда ты рада Бхакта? Я рада Бхакта, я говорю, дай Кришне, почему Кришне? Прабхупат говорит, сначала нужно подписать соглашение с Кришной, согласиться, да? Потому что ты душа. Ты сможешь осознать свою душу, когда ты признаешь и примешь сверхдушу. Понятно? Понятно? То есть если ты принимаешь эту сверхдушу, то ты принимаешь и свою душу, и ты начнешь жить душой. И вот тогда Кришна и приоткроет эту завесу любви. Потому что Кришна не откроет вот эту завесу наивысшей цели до тех пор, пока вы не осознаете душу и все это. Какого? Живи. Живи. Жива. Живи. Живи dance во иной ф backstage. Живиlass у вас. Живида? Живи será. Живи sensitiva марта пор, хотите Genau. То есть мы сейчас говорим о двух целях. Есть просто цель, а есть наивысшая цель. То есть нужно сначала дойти до цели, то есть принять Кришну, признать, поклоняться Кришне, и тогда откроется наивысшая цель, и можно будет прийти к этой наивысшей цели через принятие первой цели. Это понятно? Это понятно? Да, да, да. Эта душа нужна. Это душа нужна. Нужно принять душу. Боя милая радха, чтобы получить милую. 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 Тогда радха-рани дает милую. Радха-рани дает милую. Радха-рани дает милую. Радха-рани дает форму. Форма может получить отношение. И тогда, когда вы примете и осознаете душу, тогда уже радха, именно радха даст вот эту милость, и у вас появится отношение, потому что душе недостаточно, то есть должна быть форма, форма, да, в которой эти отношения развиваются. И тогда это уже будет милость радхи. Душа, она как свет. Душа, она как свет. Супер-солнечный супер-лит. А сверх-душа это сверх-свет, супер-свет. Эти души, они как лампы, да, они везде, их очень много этих ламп, но между ними нет отношений, я не вижу этих отношений между этими лампами. А вот когда появляется форма, тогда уже приходят эти чувства, и вот эти вот чувства, это уже милость великой божественной природы. Понятно? Да. 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 Да, это же самое главное. Да, сейчас мы должны делать это, ты знаешь. Серьез, да, да. 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 Один раз я смотрю в мою материаловую визу, у меня есть университет. Я смотрю в мою духовную визу с высокой визу. Пишите себя. Да. То есть можно смотреть и с материальной стороны и видеть что-то, материальным видением, и вы увидите одно. А можно посмотреть духовным видением, да, и вы увидите совершенно другое. А я сказала, что теория-то понятна, вот надо ещё это всё применять. И он говорит, ну вот, проверяйте себя, смотрите духовным видением. И вот это вот видение, отношение, чувство. Отношения, чувства. Все это появится. Вот это и есть красота духовной жизни. И тогда я буду видеть не только себя и тебя, тогда я буду видеть всё вокруг очень чётко. Вот это вот божественная духовная красота. Вот Ананта Дазбабаджи постоянно и постоянно повторяет это, что умственные отношения, отношения к себе. Не очень понятно. Что это значит? Что это значит? Почему с умом? Почему с умом? Потому что ум любит, да? То есть если ум любит, например, какие-то чувства, чувственные наслаждения, то ум идёт к ним, да? То есть ум следует туда, что его привлекает, что ему нравится. Да. 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 Мой духовный брат. Мой духовный брат. Рады-рады. Три ноги. Три ноги. Три ноги. Три ноги. Не спи. И его ученики не спи. Три ноги. И его ученики два лакха повторяют в день. Три ноги. Три ноги. И его очень просто держится, выглядит. Вау. Три лакха в день повторяет. 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 О май гад, а дэй? Да О май гад, еще у него есть брат Брат есть у него, духовный брат, который всем лакха в день повторяет Представляете, всем лакха в день It's impossible, I think When he's asleep, when the day and night is going on, only chanting То есть он целый день вообще целый день, представляете, повторяет But how many hours does he sleep, so to have 7 лакс в день He's sleeping, he's like this Like, a little bit of sleep and chant, a little bit of sleep and then chant He's sleeping, what's sleeping? He's chanting, like a Vinod Baba nowadays He's sleep only 2 hours You know, yeah I see my Gurudev like this 108 years old I see him and I see 120 years In that age he's chanting non-stop Only 2 hours he's sleeping Он говорит, еще вот там, да, вот он рассказывает примеры Я говорю, а сколько же спит тогда? Ну, спят тогда эти люди, которые там по 7 лакха в день повторяют Еще больше Он говорит, ну, где-то около 2 часов То есть получается постоянное повторение святого имени Там чуть-чуть поспал Ну, то есть он говорит, это да И его учитель, Парам Гурудев, да То есть его учитель 128 лет Он видел его, как он повторял постоянно Не то что целый день Постоянное повторение Постоянное повторение Только 2 часа он спал И я задал вопрос, а зачем так много повторять? Because in young age they practice to do this In young age? Young age А, потому что в молодости он практиковался, тренировался So it's happening So it's happening in old age also То есть это происходит, вот это реально And second thing, they're not chanting for themselves They're chanting more deep and doing this to help others And think others, not for them, nothing Они повторяют не просто для себя А они как бы углубляются в это повторение И они помогают другим, да То есть они не ради себя повторяют мантру А для других, чтобы другим помочь Чтобы другие получили благословение, а не они Ананта does, he has a question about this About this topic So how is it possible to chant 7 lakhs a day And not to enter Samadhi? And when a person enters Samadhi, how this person can calculate the lakhs? You have to practice them With one leg, two legs, three legs Maybe 18 hours will take One leg, six hours will take When you will do this, one leg One day tears will come in your eyes When you will chant one leg, three years will come Automatically Then what will happen? When tears come Cheeto the Panam Margin You clean the mirror Tears will clean all the mirror Что произойдет, когда слезы польются? Да, вот вы повторили один лак, у вас польются слезы Что произойдет? Это будет как раз очищение зеркала, да О чем мы говорили сначала Очищение зеркала души Это будет так И тогда, когда у вас польются слёзы, а вы становитесь деятелем, то есть не деятелем, а зрителем, то есть вы уже не деятель, а зритель. И это происходит автоматически, когда у вас появляются эти слёзы, и всё меняется. То есть это нужно пережить. Когда я был в грехах с кашрами, один лак повторял. В семье. Но для меня этого было мало, то есть я не был доволен, и я хотел повторять два лакха. Я ментеил два лакха. И я стал повторять два лакха. Я не могу, потому что я был в грехах с кашрам, поэтому я вернулся опять. Я не могу так много. А, вы говорите, что вернулся, как вы остановили время? Потому что, когда я был очень занят, У меня были и всякие вот эти программы там, да, собирался и проповедовал, и у меня, ну, я не успевал, и не смог, у меня стал баджан меньше за этого, был очень занят. Но я вижу, я вижу его, я вижу, что это может быть больше и больше. Я сам это вижу в своими глазами. Это может произойти и с вами. Самадхи, и тогда как вы будете calculating, сколько лакхи вы чаете? То есть, как вы можете контролировать? Самадхи stay when it comes. Самадхи not coming. Дхан, Дхаран, Дхуа, Смурти, then Samadhi. То есть, появляется Смрити, то есть, Самадхи, оно, это несколько стадий нужно пройти, чтобы дойти до Самадхи, и сразу оно не появляется. Это ответ на вопрос Анантадаса, как можно повторять Смракхи и не войти в Самадхи. Дхян, первое, это Дхян, медитация. Дхян, то есть, Дхян, медитация сначала. Да, то есть, появляется, вот знаете, состояние медитации, как будто ты чувствуешь, что ты находишься там уже, то есть, но это как ощущение. Дхуа, Смрити, Дхуа, Тара, like one place, every time you can see, so it's fixed like one point. There is nothing disturbing in that person. That's true Asmaram. And when Samadhi stage comes, then open eye is walking, sitting, moving, he is in Samadhi stage, Paramahansa stage. То есть, сначала идёт ощущение, как медитация, открою вас с Мараном, то есть, полное как бы покружение, представление, всё. Ну, это ещё надо дойти до Самадхи, да? А если уже человек дошёл до Самадхи, тогда он ходит, как бы, Махараш, с открытыми глазами, ходит, всё видит, двигается, но он находится в Самадхи. Самадхи, one can say, in your Sarubh is Samadhi. Living in your Sarubh identity is also Samadhi. Вот, находиться в своей Сварупе, это и есть Самадхи. Okay, he understood, it's in chat, he said, thank you. And Samadhi is not sitting in one place and meditating. Vaiшnava Samadhi, cooking and Samadhi stage. Cooking is good for Diti, Radha Mohan, and he is Samadhi. Wow. То есть, Самадхи... He is really Samadhi. То есть, Самадхи — это не то, что он там сидит, да, там где-то там в какой-то позе, медитирует без движения. Самадхи — это активная деятельность. То есть, Вашнав, который находится в Самадхи, он может готовить для божеств, находясь в Самадхи. Он может убирать, например, делать служение какое-то, и он в это время находится в Самадхи. Они очень активные люди, то есть они и как садхи это делают, да, и в духовном теле они тоже это делают, находясь в Самадхи. Андарани, спросите, пожалуйста, Махараджа, какую Сэву он, ну так, которая ему на ум приходит, да, какую он, скажем, последнюю, или которая ему самозапоминающаяся, что он делал, вот как... В смысле, в Самадхи или вообще в иметь? Да, да, ну вот во время повторения лакхов. А, Шиамасундри is asking, what kind of Seva do you do or prefer, so when you are chanting, or maybe in Самадхи, so what... What is Sarup Seva, I got it. Like my Sarup Seva, I share with you, because you are a Rasik Bhatta. My Sarup Seva is Seva, is Charan and Chakra. Charan? 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 Like holding umbrella? Right? No holding or umbrella. Umbrella. Umbrella protection. Umbrella is a protection. Umbrella. Umbrella. On was told Siehmassunde Lukadu, that he has shared his Я был в Бхававеш, в моей Севе, и я объяснила, что держать зонтик — это как защищать, да, получается, сравнение? Потому что Амрила — это моя Сева, и я получил это Субтитры, это Дивайн-Explanation. Я в моей Сева, я воркнула, что я не могу говорить, но я начинаю говорить, потому что я в Севе в Севе, и я в Севе в Севе. Я получил это Севе, и сегодня Крисына помогает мне в моем синхроне. Я пришла в моем синхроне, и я говорю, нет, я в твоем синхроне, я вам дам вам Умбрайла, это мой синхрон. И Крисына сказал, нет, сегодня я вvos в моем синхроне. Я объяснял уже ранее про зонтик, что зонтик — это защита. И когда я начинаю объяснять, то есть я полностью погружаюсь в это настроение, потому что это и есть моя сейва — вот это укрывать, защищать, поддерживать, держать зонтик. И я служу, и мне это очень нравится. Вот именно вот эта защита и держать зонтик. То есть я повторил это несколько раз. Защищать. Ранее спросите, но вот этот сейв с зонтиком, она же не каждый день, то есть на следующий день может быть другой или постоянно у него одна сейва? Ну, если есть какая-то другая, тоже делаю, но это постоянная. That's the beauty. Ачха, Ачха, Бахут Ачха, Рады Рады. Yeah. Ой. Everyone gifted by Radharani one service. One. And other is your desire to do or not? Do you mean that Radharani gives one permanent service, right? And others you can, like, expand your service to many services? Fixing point, not fixing point for meditation, fixing, yes. То есть он говорит, что Radharani, она дает одну постоянную сейву, которую там нужна для медитации, она постоянная. Но также можно делать и другие сейвы, да? То есть это от вас уже там зависит, вы можете заниматься разной сейвой, но есть одна какая-то постоянная. Somebody say, Rada Rani not give, this is the Guru giving. This is not meaningful. Кто-то говорит, ну, это не Radharani дала, это Гуру сказал так, вот Гуру нам дал. Who is Guru? А кто такой Гуру? He is a navigator. He is a navigator. He is the showing and he is navigated by Radharani to do that. и он был как бы направлен Radharani это сделать. То есть Radharani его направила, чтобы он сказал ученику, да, это делать, а не просто это желание, личное желание Гуру. Он не может сделать то, чего не хочет Radharani. Yes, the real medservant will never do without the desire of the boss. он не может сделать то, чего не хочет Radharani. То есть эта служанка, эта истинная служанка, она никогда не будет делать то, чего не хочет босс, да, начальник. То есть это всё равно всё идёт по желанию Radharani, а не против её желания или без её желания. А служанка, она счастлива тогда, когда начальник счастлив, босс счастлив. Анантадас While you have no understanding of your Svarūpa, should you meditate in Dasyaras to Krishna as God? And when Svarūpa will come and how this transition comes to Raganuga Bhakti? Is it clear? I can repeat. I understand. I understand. Okay. Yes, good. First, we have to develop by Bhajan Gopi Bhav. Gopi Bhav. То есть сначала нам нужно усилить свой Bhajan в Gopi Bhav. Gopi Bhav is the identification of your male body and female body. What do you mean by identification? Say what I'd say. Translate this. Gopi Bhav is the of the male body and female body. Male body is my material body. Ah, the male body is my material body. if he's a female body is a male body. If he's a female and if female is also if he's in the gross body he's a male body. Material body is always male tendency. That doesn't matter if you are a woman or man. The nature of the material body is always male. Want to enjoy. Want to be I understand the English but the idea was surprising for me. То есть значит даже если преданный находится в теле женщины, у него всё равно тело мужчины. Вот это я не очень сразу поняла. Объяснили, что все, кто имеет физическое тело, будь то мужское тело или женское тело, по сути материальное тело, оно мужское тело, потому что все, кто рождаются в этом теле, они хотят наслаждаться, а это тенденция мужского тела наслаждаться. Так что будучи мужчиной или женщиной, всё равно у нас как бы мужские тела это макархи, макархи, макархи. Мужское тело – это мое грубое физическое тело, а духовное тело – это женское тело. И пока человек не осознает свое духовное тело, истинное тело, то, когда человек не осознает свое духовное тело, человек проживает в мужском теле. При этом, неважно, является ли человек мужчиной или женщиной в нашей жизни, мы все, по сути, имеем мужские тела, потому что мы стремимся к наслаждению. Вилапа Кусаманджали – 59 стих. Вилапа Кусаманджали – 59 стих. Прочитает сейчас, нам объясняет поподробнее. RadioСхи – 59 стих. вы увидите сейчас, что реально вы хотите иметь это? Да, да. Я никогда не думала так, потому что я не знаю, что я женщина, но в отношении сенсором нет разницы. Нет разницы в gross body, мой директор. Вопей Бхов — это spiritual body. То есть он говорит, что если это всё осознать до конца и понять, вы уже никогда не забудете это, что независимо от того, у человека мужское тело или женское тело на Земле, оно всё равно, физическое тело, оно всё равно мужское, имеет мужскую природу, наслаждение. То есть неважно, кто ты, женщина или мужчина, если честно признаться самим себе, то мы все хотим... Прочитайте, пожалуйста, 59 стих. Ну да, сказал Махарай, что времени мало осталось. И потом в следующей неделе мы поговорим об этом. На, homework. Homework. Домашнее задание, домашнее задание для всех. Надо прочитать 59 стих Вилап Кусуманджили, подумать хорошо об этом. И в следующую субботу мы тогда это поподробнее обсудим. Это правильно. Это правильно. Правильно? Потому что это один, два, три часа работа. Да. Это очень глубокий, очень глубокий. Если вы серьезно читаете, то я вам это объясню. То есть, да, объясняет, что очень такая глубокая тема, очень много. Это надо часа два, три, так, ну, если хорошо, основательно разобраться. То есть это надо обсудить на отдельную встречу, получается. Окей, we are going to read 59. I wrote it down. I will write it in chat. 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 He should also read nicely. Sam Sundari. Sam Sundari, Prabhu? Say to him. All has to read, and then we will discuss it. I understand. Not only me. I said that I will... And how often you will ask questions, I will understand, you understand. If you ask questions, I will understand. Really, you understand. Real teacher. Yeah. Real teacher. И вот, когда вы прочитаете, и какие вопросы вы будете задавать, и что вы будете задавать, да, и по вот этим вот вопросам я пойму, поняли ли вы то, что вы прочитали или нет. Я сказала, вы настоящий учитель. И когда вы все это осознаете, вы будете обожать вот это вот состояние быть в духовном теле. Вам будет очень нравится быть в духовном теле. Хорошо? Правильно? Хорошо? Мы будем 읽ать. Мы будем lire. Я можу повторять. У нас на российского chat, где мы об겨ssaали Zoom. И я ещё тэпỉусь. Я johnствую там где-то работаю,. linu, в семьё. С prepared мультурно, в семьё. Рады, рады. Рады, рады. Дяго, дяго, дяго. Спасибо, Гурдов. Рады, рады. Дяго. Everyone, please. Рады, рады. Дяго. Спасибо, Гурдов. Спасибо, Гурдов. Дяго. Спасибо за ответы. Удава, вы тоже должны. Дяго, 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 дяго Чакшу, Прабху! Продолжение следует... Чакшу, everything is going okay? Yes, very fine, thank you. Мухин is also listening. So nice, so good. Бхе, I am very jealous with Gaurachandra. Why? I am jealous, I am telling you. He is doing too much homework. His wife is sitting near to him and sees Japanese. And Japanese is not understood. Clear, till not clear, she will not leave you. They are not become tired with eight hours. Until they understand, right? They don't understand, they will not leave you. Ah, okay. То есть, японцы, они такие вот, они прям вот дотошные, они должны все понять, и они не отстанут, пока не поймут. They are quality. So, he has to give four hours every day class to the Rasamadhyari to explain her. So, he has a big job of homework. So, without homework, Raghavakti not comes. Sometimes I try to explain, I cannot very comfortable to explain what he can explain that better. than me. He can explain more, better than me. So, this Raghavakti is a homework. Raghavakti is a home work. Raghavakti is a home work. Bhaidi Bhakti is no need homework. А если в Айди-Бахте, то нет домашней работы, да? Потому что они слушают в школу, до того, чтобы в школе были там. После того, как они выходят из школы, вы спросите, что вы слушаете. Это очень хорошая школа, но это очень техническое, что я не могу понять очень четко, что это было. А в Айди-Бахте человек послушал, например, «Ну как прошел класс занятия?» Он говорит, «О, да, очень хороший класс! Ну что-то там так сложно было, какие-то такие понятия». Ну и не очень понял. Но в Рага-Бахте, если вы пытаетесь делать домашние задачи, то вы понимаете. «Объясняешь, что ты поймешь потом, обязательно». «Это естественно, нет ничего необычного». «Это естественные вещи для нас, любовь к жене, любовь к матери, любовь к друзьям, нет другого пути. То есть мать, которая не кормит грудью, она не дает вот этой материнской любви». «Правильно я говорю?» «Правильно я говорю?» «Да». «Мать, которая кормит грудью, она понимает, что такое кормить грудью, и что такое давать любовь ребенку?» «Те, у кого друзья, прекрасно понимают дружескую любовь, да, любовь между друзьями». «И если какая-то любовь с другим полом, то они тоже понимают эту любовь». «То есть невозможно это понять, не прожив, да, то есть нам нужно погрузиться в это, прочувствовать это, чтобы мы поняли эту любовь». «И когда потекут слезы, и вы погрузитесь в это чувство любви, вы больше поймете, что это такое». «И самые удачливые те, у кого такие сильные чувства, да, что появляются слезы и сильное сознание от любви». «И если он не понимает, то он должен идти в баджан-крия, чтобы привести эти слезы, чтобы чистить наш сердце». «Тогда человек входит в баджан-крию, и с помощью слез, то есть появляются слезы, и вот эти слезы, они омывают наше грязное зеркало души, мы очищаемся». «Два раза я говорю, «Всё, кто-то радует или нет?» «Репетение – это не хорошая вещь, но репетение – это тратить и принимать, да?» «Мы должны это делать, мы должны это делать, мы должны это делать». «Репетение – это тратить и объяснить». «Да, он говорит повторение, матечение, да, как у нас по-русски, то есть когда повторяешь, когда объясняешь, когда рассуждаешь, что ты ещё глубже погружаешься в это настроение, в эти вещи, и ты ещё больше осознаёшь, не так ли?» «Радха-прия – это лично, да, проще». «Радха-прия – это zeigt природные Она уже имеет эти ощущения. Она очень хорошая. Я говорю, что только нужно 5 русских. И один день ты говоришь, что только 5. Я понял. Я же говорил, что Радхаприя тоже очень-очень хорошая. А Гамита Махини сказала, что она уже плачет. И Махарач говорит, что мне надо только 5 русских. 5 русских для начала. Ну, опять русские хвалят. Русские такие хорошие. Они настолько серьезные, так глубоко и серьезно относятся. И это сложно объяснить. Он говорит, я это знал. Я поехал в Японию в 2016. В 2016? В 2016. А, в 2016 я поехал в Японию. Это был последний моё путешествие в Японию, Сингапур, Гонконг и Японию. Я сказал, что Япония Махарач. Он сказал, что сегодня есть класс. Некоторые приезжают. Некоторые приезжают. Я говорю, что они приезжают или что? Он сказал, что не, некоторые приезжают. Но, которые приезжают. Но, больше, чем я. Но, больше, чем я. Я приехал туда и был у меня тоже такой класс. Ну, как лекция. И я спросил, а кто придет? Ну, и он сказал, ну, там несколько человек придет. И я спросил, так а кто они? Они преданные или нет? Или кто? Он говорит, ну, несколько преданных, а остальные так, как бы. Я спросил. И когда начался класс, я начался класс, 8? 8 people? 8 to 12. А, класс был. То есть, и вот этот вот класс, он был с 8 до 12 утра. And one hour lunch. Один час обед был. 1.30, again, класс will start. After 5. Ага, и потом с часа 30 до 5 тоже класс. Вау. The whole day. Yeah. My practice only for one hour. In Europe, I need to listen one hour. А в Европе там, ну, обычно там где-то час слушают, вот так вот. Maybe one and half hour, two hours I can bring. Ну, может, полтора часа, ну, может, два часа, да, получается вот так вот. I give some Russian class, then it happens, two hours maximum. They don't know. They don't know. But eight hours, I say. I don't know. I have to do eight hours sitting and talking. А там в Японии получилось восемь часов. Представляете? То есть, насколько люди были заинтересованы и говорили восемь часов получилось. You ask to Japanese, they can sit eight hours. Вау. То есть, японцы вообще могут восемь часов сидеть? Very deep, right? Very deep, right? Very deep, eagerness. And... Eight hours? Yes. Eight hours they can sit and write with copy and pencil, seriously, you see. Yes, we can do more. You see? So they are helping me. They say. I live in Bindavan and more and more practice. They teach me more and more practice Sadhu Maharaj. They are eight hours. They are ready to listen. You have to practice more. Short practice will not work here. So I have to be in Bindavan. So I have to be in Bindavan. You have to make big team that everyone will start talking and all are sharing and doing. And I'm doing this, that I'm making one team that all can do this. This is only my goal. I don't want to be anything. I'm an old man. I'm ready to go back to my home. I only want to make a team that you have eight hours. Students are there ready for listening. More and more coming. So he says that you need to be united as a team. When people are ready to listen, are ready to ask questions, are ready to participate, are ready to speak. That is, not only I am alone. I am already old. I am alone. You need to be united together and discuss, talk, talk and develop. If you talk is Spanish, you talk in Russia, you talk any language, I am ready to listen everything. You see? You can speak in English, in Spanish, in other, in Russian, in any language, in any language, and I am ready to listen to you and speak. Thank you. We appreciate it a lot. And Russians are very serious. When they will understand, they are very clear in understanding. Very clear. They have a very serious devotion. And the Russians are very serious. They need to understand until the end. They can spend time. You see Radha Priya. She is so serious. I cannot go to Prem Gopala, I cannot accept you. And she is so serious, that I cannot say no to her. Вот Радхаприя, она настолько серьезная Настолько серьезно к этому относится Что я не могу ей отказать И сказать нет Тоже очень серьезно Радхаприя говорит, что у вас шансов нет Сказать нет Вообще не получится Сказать нет Мой санатана Никогда серьезный Я хочу сказать Он тоже пришел Он никогда серьезный Он никогда не сказал Он никогда не сказал Он никогда серьезный Он говорит, что никогда не сидит перед экраном Поэтому он не серьезный То есть вы поняли, что не сидит Но он всегда слушает Он все равно там присутствует И благодаря Радхаприи И благодаря Радхаприи Он только на носу Because this is my Seva, Chandra and Chandra. And all is your blessing that my Gurudev will become happy. And when Ardasi will be happy, then Radharani will become happy. This is my Seva, to explain, to speak, to meet. And I will be happy with my Gurudev and Radharani will also be happy. And this is also my Seva, to meet with you, to explain, to answer questions. And we are happy to ask questions. We have many questions all the time. We also discuss it during the week in chat, in Russian chat. Yes, ask questions. If you want, I can give more time. If you have any questions, I will answer more than you need. Yes, we will. We will meet 59 Vilapkusu Manjali, definitely. Yeah. One day, question. One day, chat. One day, question, chat. Question. And one day, some new subject. Vilapkusu Manjali, 59. See that. One day, chat. One day, chat. Two days, I will give Tudasya. Only for five people. No problem. But I will give two days. Two days? What? I didn't understand. Two days, if you like. Two days, I can give. Two lectures per week. Two lectures per week. One time, question, answer. One time. You mean Russian Zoom? Yeah. Russian Zoom. No problem. Oh. Ah. What? I will translate. То есть, смотрите, если, вот, предлагает, что, если хотите, я могу два русских Zoom делать специально для вас. То есть, один Zoom можно сделать с вопросами, если есть много вопросов, да, наберется. А второй Zoom можно сделать обсуждение, там, Vilapkusu Manjali, там, или еще что-то. То есть, если хотите, я могу вам больше дать времени, это он обращается к русским, да. Можно сделать два зума.